Здравствуйте! Администрация города Борисом Беляевым и правительством республики. Где теперь страховаться водителем? Об этом и другом в репортаже Константина Меркушева. Пустые столы, пустые коридоры. В офисе Росгостраха непривычная тишина. Полисы ОСАГО здесь теперь не продают, новых клиентов не ждут. Получить ОСАГО и раньше было трудно, а теперь единственный офис страховой компании фактически перестал работать. Я не могу застраховать свою машину. В городе остался единственный офис. Все компании закрылись. Росгострах с 1 августа тоже перестал страховать именно ОСАГО. И правда, с 1 августа сотрудники конторы перестали страховать водителей. И последние в порыве отчаяния теперь буквально штурмуют здание. Выходите! Народу выходите! Ё-моё! Сидите там! Других подобных фирм в городе просто нет. Более того, по словам автолюбителей, полис нельзя приобрести и за пределами города. В Оренбург звонишь, с Кумертаву не принимают. Народ говорит, едут, там страхуют. Кому верят, что? А звонишь, везде сайты закрыты. Так же в интернет выходишь, доходишь до этой компании, сайт закрыт. Стрелитамак ближайший. Но ездили мужчины, сказали, что приехали оттуда. Им ответили, езжайте туда, откуда приехали. То есть там тоже не страхуют. Там такая же проблема, такие же очереди. И мы физически не можем туда каждый день ездить, отмечаться. Очередь на сегодняшний день более 300 человек и постоянно растет. Водители дошли и до местной администрации. Здесь сказали, что и в других городах такие же проблемы. Три города в республике Башкортостан, Татуймазы, Стрелитамак и Кумертау. Самые такие напряженные. Но практически все остальные города находятся в предграничном таком состоянии. То же самое, можно сказать, завтра, послезавтра такая проблема выстрелит. В компании Кумертауский офис, который перестал выдавать полисы с 1 августа, поясняет. С рынка ушли все остальные страховщики. Фирма тоже не в состоянии тянуть весь город. Жители которого так хорошо знают свои права. Ситуация на рынке ОСАГО накаляется уже не первый год. На самом деле всем и регуляторам, и властям известно про эти проблемы. Росгострах в республике застраховал 600-650 тысяч человек. Уже только за первое полугодие этого года мы выплатили по страховым событиям 1,6 млрд рублей. И одновременно у нас в республике более 30 компаний аккредитовано, которые занимаются ОСАГО. У меня все-таки вопрос, где же эти компании. Потому что один Росгострах все на себе тянуть, к сожалению, не может. По словам Юрия Яковлевича, если бы помогали другие страховщики, то проблемы жителей Кумертау были бы решены. Но сразу напрашивается другой вопрос. Почему же другие компании ушли с рынка в нашем городе? По словам заместителя главы администрации Ирины Александровны, были написаны и разосланы письма другим страховщикам. Мы вам подберем помещение, людей, все, что хотите. Даже готовы в администрации выделить кабинеты. Приедьте к нам. Все нам ответили. Так как полиса ОСАГО убыточная, особенно в Кумертау, мы приезжать на территорию нашего города не будем. В других регионах страховые компании работают себе в убыток. Сейчас в стране определен список из шести так называемых токсичных регионов. Здесь выплаты по факту ДТП превышают всю выручку от продажи полисов. И с этим уже начали бороться. В ряде регионов Российской Федерации сейчас введен эксперимент по работе единого агента по продаже полисов ОСАГО, когда страховщик обязуется реализовывать полисы не только страховой, но и всех иных без исключения страховых организаций, которые имеют лицензию на ОСАГО. То есть это будет такой страховой агент, который будет полномочия заключать договор ОСАГО от имени всех компаний страховых. То есть не будет так, что на территории Кумертау представлено страховых услуг в Швеции только одной компанией Росгустарка. То есть приезжает единый агент и способом случайной выборки, грубо говоря, рулетка, выбирает любую компанию, с которой человек заключает ОСАГО. Таким образом будет соблюдаться равновесие заключения полисов. Не будет такого, что у кого-то много, у кого-то мало. Но и самое главное, что не будет никаких очередей, и все будут 100% покрыты этой услугой. Такая схема распределяет убытки между несколькими страховыми компаниями. И работать становится легче. Башкортостан в список токсичных территорий не вошел. Но сейчас правительство республики принимает усилия по включению в эксперимент. Это позволит решить проблему с полисами и нормализовать ситуацию не только в Кумертау, но и других населенных пунктах Башкортостана. В результате длительных переговоров с различными страховыми компаниями России были достигнуты успешные результаты. Буквально сегодня стало известно. Две новые страховые компании в ближайшее время откроют свои филиалы по выдаче полисов ОСАГО на территории Кумертау. Еще одна проблема – загрязнение окружающей среды. На сегодня приобретает глобальный характер. Если в мегаполисах и небольших городах вывоз мусора организован, частные секторы поселков не могут избежать замусоривания. На окраине села Маячный систематически сбрасывается мусор. И постепенно лес и поле, располагающиеся прямо за домами, превращаются в несанкционированную свалку. Я уже еще раз говорила, что буду постсовет заявлять. Все равно везут и на машинах везут, и тележками все везут, там сваливают. Неохота дальше везти же ведь. У нас мусорка вот за прудом там, они туда не везут, а здесь сваливают. Сколько раз говорили, чтобы поставили контейнеры, и так и не ставят. И кошки дохлые валяются, и поросята дохлые валяются. Все кидают. Скоро и меня закидают. Жильцы частного сектора, дома которых находятся на окраине, больше всех заинтересованы в ликвидации мусора. Но не все способны решить этот вопрос, обратившись с заявлением в надлежащие органы в силу пожилого возраста и состояния здоровья. По словам жителей, они готовы оплачивать вывоз мусора, если на территории будут выставлены мусорные контейнеры. Ну так поставь-то, мы будем его платить-то будем. Ну и что захламлять-то? Это час вот не видать, немножечко. Объяснилось, что было. Не пройти, не проехать. Тут все. И вон, и все. Никому не надо. Жители других улиц в курсе сложившейся ситуации, но ограничиваются вниманием только к собственной территории. Вот проехайте по этой улице до конца, с правой стороны, там мусор вот так вот. У нас баки стоят, и все возят туда и носят туда. Я не плачу. Я сейчас пока ничего не плачу, потому что я не таскаю туда. Я сама жгу. Была мусорка тоже почти далеко по дороге. Вообще, выкидывают, оставляют и все. Без мусора стараюсь жить. А что горит-то? Это баню, вагон, костер. К сожалению, не все виды отходов можно сжечь. И именно такой мусор сейчас находится на несанкционированных свалках села. Как известно, городская свалка бесплатно принимает бытовые отходы. И оплату за вывоз устанавливают минимальную. В 2014-2015 году я пытался как-то на сходах граждан, разговаривая в индивидуальном порядке, объяснять людям о необходимости заключения договора на вывоз как крупногабаритного мусора, так и бытового. У нас сегодня по маячному в частном секторе заключено всего 30% договоров. Не власть туда мусор ведет, не предприятие, а везут сами люди. Мы готовы в любое время по графику организовать. Мы это делали, у нас практика есть. Руководство города также рассматривает коллективные обращения о несанкционированных свалках, если в них подробно указано их местонахождение. Срок рассмотрения заявления 30 дней. В обращении необходимо указать контактные данные, либо по какому адресу ожидается ответ. Для решения проблемы с несанкционированными свалками каждый житель должен ответственно подойти к этому вопросу, производить выброс мусора строго на официально оформленных для этого местах и предпринимать меры по оповещению государственных органов о свалках в ненадлежащих местах. На прошедшей неделе состоялся совет городского округа Курт-Кумертау, на котором были внесены изменения в положение о погребении в связи с обращением предпринимателей в Федеральную антимонопольную службу республики о том, что функции выделения земельных участков при захоронении возлагаются на МОПДОР, с которым заключен контракт на содержание кладбищ. Согласно внесенным поправкам, органы местного самоправления должны выделять места для захоронения, а граждане, согласно конкуренции, сами выбирать к услугам каких предприятий обращаться для дальнейших действий. Теперь для получения земельного участка под захоронение, граждане могут обратиться в отдел городского хозяйства, где специалисты в будние дни примут все необходимые документы для оформления удостоверения, также прием документов будет осуществляться и в выходные и праздничные дни с 8 часов утра до часу дня. При предоставлении соответствующих документов, это справка о смерти, при заполнении заявления, значит, человек заносится запись в журнал, для того, чтобы мы могли в дальнейшем ввести реестр, вот, и выдается удостоверение, где указывается фамилия и имя общества обратившегося, фамилия и имя общества по усопшему и номер квартала и номер места, где будет выделено место для захоронения. Там же будет указан номер телефона ответственного лица, который должен будет на кладбище показать это место. Николай Антошкин советский и российский военный деятель, командующий фронтовой авиацией ВВС России и имеющий множество званий и наград за заслуги перед Отечеством. В нашем городе его именем названы улица и гимназия номер один. Герой Советского Союза часто приезжает в учебное заведение и проводит активную социальную работу и сотрудничество с администрацией города. На днях город Кумертал посетил герой Советского Союза, заслуженный военный летчик Николай Антошкин. В первую очередь он отправился в гимназию номер один, именованную в его честь. По традиции почетный гость приехал в учебное заведение с подарками. Для школьного музея из Токи он передал макет самолета, подаренный ему авиационной группой «Русские витязи» со стендом фотографий пилотов, сувенирный винт из дерева, различную литературу военной тематики и, конечно же, спортивный инвентарь для учащихся. Это по традиции всегда. Это здорово, потому что мы всегда нуждаемся в этом. Ну, это расход на материал. Каждый приезд Николая Антошкина в гимназию – важное событие для педагогического состава и учащихся. Он поддерживает спортивную деятельность и помогает развивать военно-патриотическое воспитание в заведении. Николай Тимофеевич, вот разрешите от имени педагогического коллектива и коллектива обучающихся нашей гимназии вручить вам благодарственное письмо и выразить глубокую благодарность, глубокую признательность за личный вклад в дело государственной важности и военно-патриотическому воспитанию наших ребят. И, конечно, хотим пожелать вам здоровья крепкого, благополучия. Поэтому примите вот такое благодарственное письмо от нас. Спасибо. Спасибо вам большое. Добра вам, счастья, самое главное – здоровья. И чтобы вы по возможности к нам приезжали чаще, мы очень рады вас видеть. Гимназия несколько лет сотрудничает с заслуженным летчиком. С каждым своим посещением он вносит свой вклад в историю учебного заведения и в развитие талантов учащихся в спортивной сфере. Я рассказывал в свое время, что нам приходилось вот эти тряпочные делать. Или консервные банки мы в свое время играли, потому что времена были тяжелые, после войны не было ничего. Не в чем было играть, а всем хотелось. Вот. И по этой традиции я в деревню всегда приезжаю, всегда привожу, потому что проблем в деревнях, знаете, много. В городах малых проблем, а в деревнях тем более. Поэтому я эти вещи не знаю. Воспитанники гимназии, в свою очередь, стремятся достойно представлять свое учебное заведение имени Героя Советского Союза не только на различных городских мероприятиях, но также на республиканских и междугородних. Николай Тимофеевич – это удивительный человек. Человек, который действительно может для наших ребят показать своим примером, как можно и нужно жить, служа России. И это человек, который всегда приезжает с новыми интересными идеями, с новыми предложениями. Но я думаю, что и Николай Тимофеевич будет рад и доволен нашим успехом, потому что наша гимназия, я считаю, одна из лучших школ не только нашего города, но и нашей республики. И нам есть, что показать Николаю Тимофеевичу, наши достижения, наши грамоты, наши кубки, наши победы на Олимпиадах. Я думаю, что мы в этом сотрудничестве взаимно только выигрываем. Инициативность Николая Антошкина имеет большое значение для гимназии. И каждый его приезд становится важным событием не только для учебного заведения, но и для всего города. Сам герой Советского Союза с удовольствием посещает Кумертау и считает его успешно развивающимся. Нам приятно приезжать, и многие мои товарищи приезжают, всегда говорят, да, Кумертау чистенький там, хорошенький. И хоть и тяжеловато людям, но все равно порядок есть порядок. После посещения гимназии почетный гость отправился в администрацию, где встретился с руководством городской мэрии и торжественно вручил медаль за веру, надежду и любовь Наталье Лапшиной, заместителю главы администрации по социальной и кадровой политике. Также Николай Антошкин привез памятные подарки для Совета ветеранов. Вот вам персонально, кому-то руководителю ветеранской Антошкин, здесь больше показаны летчики, но внизу видны люди, рабочие, примерно все так чувствовали. Мои летчики за свой счет сделали. Я 600 тысяч добавил от клуба героев, поправил там ошибки. Вот это я вам, наверное, дарил, но оставь у себя где-то. Вот да у Путина это есть. Здесь самое главное не кавалеры Ордена Победы, а вот они. Про них ничего не было. Тут я дал все уникальные данные. Герой Советского Союза рассказал присутствующим о своих поездках в другие города России и проведенной повсеместно социальной и информационной работе. На встрече в перспективе сотрудничества по военно-патриотическому воспитанию была рассмотрена возможность участия наших кадетов на Международном кадетском балу, который проводится третий год подряд в Москве, а также создание на базе нашего города зонального военно-патриотического центра. Любая связь, любые контакты с людьми такого ранга, такого уровня, они прибавляют плюсов нашему городу и дают дополнительные возможности для нашего развития. Это нам очень важно. Поддержка наших земляков, наших героев, потому что это реальная помощь в делах, ну и, конечно, продвижение нашего города Кумертау на разных уровнях, в том числе на всероссийском и международном. Гордость России – воины-ракетчики. В каждый призыв парни из нашего города уезжают на службу в ракетные войска, причем многие проходят ее с отличием. Так, например, воинская часть 01-879 выразила благодарность за службу Александру Чурикову. Наша съемочная группа узнала у родителей Александра, как проходит служба у военнослужащего. В армию Александра призвали в декабре прошлого года. Шел он осознанно, будучи абсолютно уверенным в том, что каждый настоящий мужчина просто обязан пройти армейскую школу жизни, отдать свой долг родине, великой России. Он, конечно, сейчас ушел в армию. С одной стороны, было и тяжело, очень первое время. Неожиданно. Мы даже, как говорится, не успели. Мы даже не успели. Короче, он ехал с Уфы в его автобусе. Нам сообщил, что через сутки его и забирают в армию. Он получил во время соревнований травму очень серьезную. И много раз ездил с Терлитамакова в Уфу на диагностику томографии. И вот он с томографии с Уфы ехал и нам сообщил, что папа завтра или послезавтра за сутки. Слезавтра забирает меня в армию. И буквально за сутки-полторы он ушел. По истечению обстоятельств служить пришлось в 71-й зенитной ракетной бригаде в городе Белогорск. Как и все призывники, после курса молодого бойца и принятия воинской присяги для рядового Чурикова началась суровая армейская служба. С подъемами и отбоями, нарядами и караулами, тревогами и марш-бросками. Все это легко давалось Александру, потому что на гражданке он занимался спортивным единоборством. С первого класса он сам пошел в секцию записаться, не стал нас ждать. Просил-просил, но пошел сам записаться в дзюдо. И попал к тренеру очень хорошему, к Шрамкову. И с ним они постоянно занимались, им нравилось. Хотя и учился он, как говорится, и в первую, и в вторую смену. И всегда он бегал на тренировке, это обязательно было не для него. И он очень долго занимался. Ну, можно сказать, до 10 класса. Единственное, конечно, когда получил травму, после этого он уже, в общем-то, можно сказать, прекратил свою спортивную, вот именно в дзюдо, карьеру, конечно, ему нравилось и сейчас ему нравится. Если вот не этот травм, может быть, он и дальше пошел бы. В армии Александр зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Во время службы наш земляк еще и находит время для повышения своей физической формы. Это отметила и воинская часть, вручив рядовому Чурикову грамоту на построении. Все благодарности только подзадоривают военнослужащего. И Александр собственными усилиями создает футбольную команду. Даже там, в армии, и он и то, там они и в футбол играют, занимаются футболом. Она организовала, как говорится, я как понимаю, свою команду. И там у них, как говорится... Через город, войской части. Нет, в команде там, и у них и старшины, и капитаны, и рядовые, все там вместе играют. И вот недавно, буквально неделю-две назад, они выезжали в город тоже, играли в футбол. И заняли призовое место первое. Первое место они заняли. И, конечно, очень этому рады, что вот он даже там, он себя показывает очень, как говорится, хорошо. Служба службой, но по родным Александр скучает. Отсюда и стихи, которые он отправляет домой. Он все беды, несгоды пережил упрямо, потому что точно знал, ждёт и помнит мама. По пути уж позади, жизнь теперь полегче. Хочется скорее домой, чтоб обнять покрепче. Получив стихи от сына, родители получают добавок и благодарственное письмо, в котором командование части выражает глубокую признательность за воспитание достойного защитника Родины. С гордостью и хорошим настроением семья ждёт возвращения сына домой. Ведь осталось совсем немного, и Александр вернётся в родную Башкирию. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В городе продолжаются праздники территории. На этот раз эстафету приняли жители посёлка Питки. И, как они отмечают это событие, наблюдала наша съёмочная группа. «Эх, дорога, эх, ещё немного, Жду тебя твои родные дома у порога. Жду тебя твои родные дома у порога. Эх, дорога, эх, ещё немного, Жду тебя твои родные дома у порога. 12 августа на прилегающей территории клуба «Каисса» горожане отметили торжественное событие. Погода соответствовала праздничному настроению, царившее в посёлке. Поздравить жителей приехал председатель городского округа Астахов Олег Анатольевич. «Я от всей души вас поздравляю с праздником этой малой территории. Но при этом вы должны чётко знать, что, живя здесь в посёлке, вы являетесь частью большой и красивого города Кумиртау. У нас с вами было славное прошлое, достойное настоящее. И нам все вместе с вами строить хорошее будущее. На этом пути я всем хочу вам пожелать крепкого здоровья, удачи, всего самого наилучшего. С праздником!» Одним из самых популярных мест среди детей был развлекательный круг, где мальчишки и девчонки смогли поучаствовать в различных конкурсах, организованные молодёжно-подростковым центром «Самоцветы». В спортивные состязания и снова на сцену один за одним выходили певцы и танцоры. Посёлок был образован в 1937 году. На следующий год жители будут праздновать юбилей – 80 лет. Мы решили провести небольшой опрос. Знает ли горожане историю своего родного уголка? Раньше бараки вот здесь стояли во всём. Мы сейчас до сих пор у бараки здесь живём. Ещё кирпичные домики. Я знаю, что здесь когда-то пять домов, что ли, образовалось. И назвали пятак. Пятки. Соответственно. По слухам только, что было пять домов, вроде пятки назывались, начали поселок разрастаться, вроде бы так и пошли пятки. А точно, правда, были, не знаю. Здесь бараки в основном были. Клуб был. А потом уже где-то в 61-62-х годах где-то построили вот этот клуб. Больше ничего не было. Учитель нам говорил, что, как говорится, пятеро приехали в Старопитки. Там обоставались они, пятеро. Пять человек. И, в общем, как вам сказать, обоставались они здесь, пять человек. И название Пятки назвали пятеро. Пять человек. Очень хороший такой был наш посёлок. Мы приехали, я маленькая была, два годика. Вообще мы жили на Ображной, а потом вышла замуж в город. А сейчас вот квартиру поменяли, и живём опять пятки, потянуло в родные края. Дружные соседи объединили не только местных жителей, но и случайных прохожих, которые вливались в атмосферу общего праздника. Аналогичный праздник пройдёт в эту субботу в селе Маячный. Об этом уже мы расскажем в понедельник в нашем выпуске новостей, как всегда, на телеканале АРИС. До встречи, удачных выходных. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова